Снова радуга, но в этот раз одна. И у меня случилась хорошая новость. Мой велик починил добрый дядя Боря, наш сосед. Оказалось, он сказал, что это заводской брак. Уж не знаю, как на самом деле. Она не проколота была камера, но у ней была маленькая дырочка. Он эту маленькую дырочку залил клей моментом. Сказал, что через полчаса надо, чтобы сцепилось. Ну и что вот до утра его не трогать. А утром уже можно покататься. У меня тут как бы веревочка это как бы отойти, но я в тапках. У меня вообще сейчас такой прикид классический мой деревенский. У нас тут дозик, ну, был, начинался такая мелкая морозь, потом прошел, потом вот снова начался. И да, разуга только одна в этот раз. Короче, у меня там рамки стоят. Мои, которые... Ну, одни, которые я уже вытаскивала два раза, это третий раз уже. А другие уже свежие. И вот вчерашние, которая выставляла, 10 штучек, такое ощущение, будто там его 100 сожрали. Короче, все-все-все выли, все высушили хорошенько. У меня два ящика открытые. И вот эти рамки. Я вчера 8 снимала, ну, может, где-то 8 с чем-то. Потому что полдевятого уже было темновастым. Это палочка. И вчера плеченько пчел было. Несколько еще залетели в дом. Утром выпускала. В прошлый раз, когда был дозик, они вот тут летают. Значит, они тоже их как бы не такой сильный дождь, как моя тетя сказала. Я тогда приезжала, я говорила, я думала, что все, там, где рамки заплеснивают, или еще чего-нибудь там забродят. Она говорит, нет, типа, ничего не будет при таком. Да и люди, которые меня раньше поражали, а сейчас уже перестают поражать, опустим подробности того, что, как бы, камера у меня, у велика вчера было нормально колесо вечером, а вдруг внезапно стало ненормальным. И люди, которые как бы знать не могли, что она спустилась, а внезапно спросили у меня, ничего, камера-то спустилась? Типа, камера-то прокололась? Я думаю, откуда вы знаете, что у меня камера прокололась? И потом, как бы, ко мне прискакивают детишечки, хотят, видимо, я уже вчера поняла вечером, что из меня сделали бесплатную няньку на радугу-бом смотреть, а я буду говорить, на какас, вроде как немножко таять начала. Короче говоря, когда я человеку, ну, у меня такая бабка попадалась все точно пару раз. Один такой человек, когда вот едет перед вами, а еще мужик как-то попадался, который едет перед вами, и он едет так, что и не на обочину не свернешь, чтобы его, допустим, обогнать. Не рядом с ним не поехать. Плюс еще можно как бы и нормально-то не поехать даже хвосте, потому что человек едет так, что как специально. Я подозреваю, что специально. Потому что наблюдала за этим ребенком, как он ехал, скажем так, при других людях, в иных обстоятельствах, и ехал вполне нормально. Тут едет так, что или ты в нее впишешься, заднее колесо, и вместе рухнет, или еще что-то. Ну и неудобно, как бы едешь, это, соответственно, следишь за ребенком, сзади едет оно или нет. Соответственно, присматриваешь. Блин, у меня зрение такое, впору за мной присматривать. А человек невоспитанный, наглый, когда не надо вообще, хуже никуда, когда надо, еще хуже, когда не надо. Когда не надо молчать, когда надо, когда, точнее, не надо молчать, а когда надо молчать, говорит. В общем, жуть полная. Я, соответственно, устала. У меня даже руку как-то так левую свело. Никогда не сводила. Выходила с крыльца в шапки пчеловодные, ну, выставляла рамки, как бы они не совсем рамки, ну, в общем-то, куда обычно вставляется рамка с медом, чтобы скачаться, рамки из медогонки, на лысушку, на солнышко. Ну, солнышко такое было, вот на них хватило, а на медогонку уже как бы не выставляла, потому что не было такого именно солнца, чтобы попадало куда надо оно. Но то выходило, то пропадало. И, в общем, что-то так пчела вроде как залетела за мной, я наклонилась, и мне так сильно свело руку. Очень больно было, я даже боялась, что на велике не смогу ехать. А вчера свело ногу, ну, из-за нервного напряжения, потому что как бы смотришь за этим ребенком вторые сутки. И, соответственно, беспокоишься, волнуешься, я не могу не беспокоиться, сидит человек, что-то там с кровью на ноге, грусть, что случилось, я пойду рамку помою. Вообще, как бы, где надо сказать, она молчит. А где не надо, это вот догадайся сам. В общем, очень напряженная проблема, и человек, как бы, не то чтобы родитель, не прямой родитель, скажем так, бабушка, почему-то считает, что это нормально сбагрить кому-то своего, этого ребенка, и еще так удивляется, почему-то там кто-то не хочет с ним ехать. Кстати, я вот смотрю на эту сейчас тень на том дереве, вот-вот-вот, пальцем сейчас даже подтыкнул. Но мне напоминает динозаврика. А вам, зрители? Да, мегафон тут, конечно, немножко местами лучше ловит, но вот так, чтобы что-то загрузить, не получится. Но, с другой стороны, у меня немножко, из-за того, что несколько раз пыталась на YouTube загрузить ролики Билайн глючил, но и YouTube, соответственно, у меня потратилось в пустую несколько гигабайт на тарифе Билайновском. И то, что я на мегафон перешла, там по церкови очень хорошо ловит. Ролик буквально за 10 минут закачался. Там чуть меньше гигабайта. Я думаю, потом оттуда еще может пару каких попробовать. Короче, в этом плане плюс лишние 10 гигов. Не знаю, как я оставлю этот потом тариф. Или после сентября, после деревни уже срублю и переключусь, или оставлю его. И на Билайне только звонки и смс-ки будут. Но, в общем, посмотрю, как будет. Суть такая, что забегают ко мне дети. Я вижу их. Как бы в окно говорю, что я не могу с ними поехать, потому что у меня как бы... Сначала говорю, что у меня как бы камера спущена, прокола-то, вот велосипедное колесо, значит, спущено. И как бы я... Велик не активен, я не могу никуда поехать. И человек, который как бы жаждует, чтобы я прокатилась с ее подопечными. Она, собственно, занялась своими делами. Нравится мне эта тень. Она так сразу... Ой, так у тебя же там много великов, ты-ты-ты. И знает, что у нас эти велики давно уже стоят старые, раздуманные. В лучшем случае, может, из них что-то можно собрать. Но вряд ли оно сразу поедет. И знает, что мне как бы не на чем ехать. И думаю, блин, моей той рот, из-за которого кокошила год назад вот это вот счастье. А потом заявляла, что он у меня весь прям рассыпается. И на нем ездить было нереально. Думаю, если нереально, я зачем-то на нем ехала и выпрашивала его. Да еще и жаловалась, что тебе его не дали. Как следует, не дали. Ну, не преподнесли бантиком, перевязанным, на блюдечке. Нет такого блюдечка, потому что большого у меня. Может, потому и не преподнесла. И вот человеку, как бы, который вообще ничего не делал для тебя, дала без проблем. А мне тут я как бы даже не спрашиваю. Я знаю, что мне ничего не светит. Я уже помню, как в прошлом году меня продинамили, предложив помощь. И в этом году уже продинамили дважды, предложив помощь. Причем даже не просивала я их об этом. И знаю, что из себя человек представляет. В принципе... Я к тому, что как бы ей помогаем. И можно было бы хоть какую-то там отдачу сделать. Видимо, это не считается важным, нужным. Мне заявляют, что мне как бы велик не дадут. Я говорю, ну, как бы я у вас и не прошу. Хотя практически как мой, ну, цветом уже другой. Я думаю, я как бы и не прошу. И потом ко мне припрыгивают дети. Я как бы видя, что мне... Возможно, думая, что у меня все уже сделалось, я говорю, ой, тебе давай наш там, типа, родственник накачает. Я говорю, колесо проколото. Я говорю, смысл накачивать? Думаю, что накачать, чтобы я с вами поехала? Да я лучше притворюсь лежачей черепахой, которая вообще камушек. Где бы с вами вообще никуда не ехать. И получается так, что сосед дает мне велик. Я думаю, сейчас бытенько доеду до Прилук. Там куплю хлеба. Хлеба не оказалось. Оказалось, хлеб приводят в понедельник и пятницу. Ну, там была какая-то булка. По краям она с клюквенным вареньем. А внутри просто булка. Эту булку можно, допустим, уже вот где совсем без варенья. Есть ее с медом, допустим. Немножко мармелада взяла. Там мясо 400 грамм свиного, почти 490. В общем, у меня на 425 все вышло. Еще немножко печенья. Конечно, ценным в Прилукском магазине это вам не какой-нибудь магнит в цветочном, который считается самым супер-дорогим по городу среди магнитов. Это вообще это молоко. Литр пастеризованное. 70 рублей. Хлеб 35 рублей. Чек мне этот раз не дали. Поэтому что, почем, я не знаю. Я в прошлый мой мороженку купила. Ну, там действительно большая мороженка, которая в городе примерно столько же стоит. 85 рублей. 160 грамм. Какое-то мороженое там дешевле вообще. Даже не понятно почему. Дешевле, чем в городе. Даже в каком-нибудь дешевом магазине. Даже дешевле, чем в городе в дешевом магазине по скидке. Какое-то непомерно дороже. Сливочного масла хотела. Его там нету. Или не привезли. Или не продают вообще. Или уже раскупили. Потом, в прошлый раз мне выдали чек. На мороженку выдали чек. А в этот раз мне вообще никакого чека не дали. Только что вот с карты списалась. В прошлый раз у меня было 372. Там вот 70 рублей молоко. 35 хлеб. Я там купила пакет еще 5 рублей. И пару, ну, такие печенья, как в сочине. Пара штучек с апельсиновой начинкой. И печенье похоже, песочное большое печенье. Похоже, с одной стороны, пирожное по размеру. Ну, такое вот печенье. Видимо, мне захотелось какого-то такого бисквитного печенья. Немного. Я его крайне редко вообще ем. Красиво так радуга выгреть. И тень вот эта пропала. Которая похожа была на динозаврика. Динозаврик, короткий нож, по-моему, мотки он назывался. Такой динозаврик. Ну, короче, прибегают ко мне дети. Я им в окно говорю, что как бы... Вообще, совершенно беспардонные. Я как бы только к своим прихожу. И то по сильной надобности. Вот так вот. И осторожная, как бы, ну... Не так, что вот как реально к себе домой. Совершенно беспардонные дети, которые прибегают. И если вот у нас даже так принято, если тебе в окно ответили. Если мне в окно ответили. Их же соседка, ну, моя какая-то соседка. Я, соответственно, в дом не пойду, если моя проблема решена. Я говорю, что я получила велосипед на короткое время. И поеду одна по делам. Ко мне вбегают в итоге. Все равно. И мне приходится объяснять это. Так, все то же самое. Более жестким тоном. Чтоб до человека дошло. Кстати, вот вторая радуга, по-моему, появилась. Потому что, конечно, это отцвет. Но вот она появилась, вторая радуга. Еле видная. И мне вообще как-то так вот... Ну, я и так давно фигею от снаглости некоторых детей и людей. Но тут мне вообще как-то было неприятно. Плюс меня вроде как... Я объяснила, где тут что-то можно вкусное найти по дороге в Хамена. О чем еще сообщала несколько дней назад родственнику. Но он, по ходу дела, туда так и не ездил. Потому что, когда я ездила за остатками смородины, то все было на месте. Не смородина. Другое дерево. Растение. И мне вроде как говорят, мы вчера, мы съедим на великах. Потом нас ведет, значит, в родственниках. Потом на машине. Нет, мы поедем на великах. В резиновых на великах. И мне вот впереди... Когда я сказала, что у меня вот верик проколташил. Мне, значит... Точнее, что спущено колесо. А мне сказали, что оно проколото. Хотя я даже не знала, проколото ли оно. Потому что Боря еще не приехал, сосед. Мне как бы говорят, ой, мы вечером поедем на машине. У меня до того места, то все. Пятое, десятое. Тут, значит, я как бы, видимо, на их взгляд, нагло поступила. Поехав одна по своим делам, не взях. Решив перестать быть бесплатной нянькой. Меня не то, что не взяли. Возможно, без меня ездили. Я вот завтра поеду, узнаю. Возможно, эти ездили. Потому что, как бы, видимо, мои объяснения не так поняли. Как обычно бывает. Ну, так ко мне даже не вышли и не постаровались. И вообще ничего не сказали. Делали вид, будто меня нет. Так вот, и хорились. Я думаю, блин, мне так как бы холодно, ни жарко не будет. Я, может, свои дела, как бы, наконец-то начну делать. Помимо тех, которые обычно еще. Ну, как бы, можно спокойно жить и не дергаться, что вот сейчас тебе кто-то прискочит и будет на мозги капать. Ну, блин, я просто на людей фигею. Как бы, можно что соображать, что если вам стабильно с чем-то помогают, тратя свое время. Не я, конечно, этим занимаюсь, но все равно, как бы, человек. Человека, конечно, немножко я так подозреваю. Но меня, наверное, поливают дерьмом, потому что человек так... Человеки такие, которые... Вот им кто-то что-то делает. Ну, если им на халяву это сделают, то они будут лизать в жопу. А за глаза будут поливать дерьмом. Ну, в общем, вот, я, в принципе, вышла чисто радугу заснять. По-моему, вторая уже пропала обратно. А и до этого я вышла проверить, что у нас тут идет дождь, не дождь, ну и как там мои пчелы. Я сегодня, когда поставила рамки, то ли тетушка моя не знала, что так будет. То ли она знала, но не предупредила, забыла предупредить. Я их поставила, потом пошла под душик. Жуть какая! Я несколько раз шланг поднимала, струю пускала в россыпи, чтобы, говорит, отогнать пчел. В общем, пчелы кучковались у этих рамок, которые медагонку суются. Когда я вот здесь мыла голову уже из ведра на тубареточке, была как-то еще пухля шутка, и вообще тут было не выйти. И вот как раз я думала на велике проехать, думала, раз не выйти, надо прокатиться. И вот выяснилось, что у меня пчелы на камере. Ну как бы велику уже 4 года, не знаю, заводской ли это брак. Ну, как и есть. Я большую часть уже деревенских роликов смонтировала. Я еще так это, как бы я привыкла уже в последние года. Вот если бы мне еще крышу в этом году действительно сделали, хотя бы в сентябре. Они лапшу на уши вешали мне и брежнему родственнику. И обещаниями кормили уже не знаю какой год. Было бы вообще все идеально, но я как бы привыкла. Мне несколько лет подряд, чуть ли не 20, может даже 20 и есть. Но никогда вот так легко не было. В детстве да, а потом уже не было такого, чтобы раз и сделалось. Я уже привыкла к такому, пессимистически такой настрой уже стал как бы постоянством. Что я очень удивилась, что как вот Верик внезапно сделали. Что вот сосед сам пришел, говорит, ну, говорит, я типа могу заклеить, давай посмотрим. А он все это сделалось. Потому что я думала, что вот заплатка там у меня у родственника, самоклеящаяся. Но у него как бы выяснилось, что они старые, они рабочие. Все так, короче, мне еще не дали. Слили меня не очень вежливо. И я уже на расситула, что я буду без Верика, что придется покупать новую камеру. И что будет это не раньше, чем в сентябре. Но вот внезапно все так хорошо получилось. Что я вообще как-то так вспомнила слова кухарки из Абхазии, когда я очень хотела попробовать мушмулу. И она на ужин лично для меня принесла немножко на тарелочки. Ведь со своего огорода. Там только-только она созрела. Это первая мушмула. Ну и я ей говорю, спасибо, она объясняет мне, что это мушмула. Я говорю, буквально сегодня думала о том, что очень хочу ее попробовать. Загадывайте желания, они сбудутся. Типа загадывайте желания. Типа, что в средней души, что душа пожелает, то и будет. Ну и просто загадывайте желания. Теперь, типа, если вы что-то загадаете, то она сбудется. Я когда после Инстаграм писала, что в лучшем случае вот такое случится, что завтра будет велик уже на ходу. Я вообще в это как бы не верила. Ну, у меня такое раньше как бы бывало, но обычно с другими людьми, что я что-то такое отбалделяпну. Меня спросят тут, будет ли так. Я отбалделяпная, но действительно случается. Ибо уже случилось. Ибо произошло в прошлом. Ну, именно так. Деревья стала капать. А тут, что вот именно как у меня будет, очень круто, что вот с великом все хорошо в итоге. Я еще накачал, подкачал немного заднее колесо. Я вообще все в ажуре. Вот так. Давно я сегодня 16 августа. Ну, и я там набрала полтора литра. Я сейчас, наверное, это покажу. Набрала полтора литра контейнер шиповника. Ну, там еще очень, вон, кот на окне еще прилично. Шиповника не совсем дозрелого, не очень дозрелого. Думаю, в сентябре он будет в самый раз уже созрелый. И некогда созреет. Некоторые с виду кажутся, что да, вот он зрелый. А бачка не совсем, а какой-то вот именно зрелый. Ну, я думаю, что может он тут подсохнет. Ничего себе. Вот, с ним все нормально, тише дерет диван. Вот, я разложила его. И завтра на солнышке, думаю, выставить, подсушить. Вообще, как бы у нас тут есть сушилка. Но она, дедушка еще делал ее под грибы. По большей части можно было на ней травы сушить. Но именно в печке. Печку мне не растопить. Хотя чуть-чуть я вчера пожелалась. Она сказала, надо было побольше газеты. Я что-то как-то, скажем так, постеснялась. А я думаю, попозже будут разобрать от этих хвостиков. Мне еще надо черную смородину разобрать. Позавчера еще собирала. Скажем так, из-за того, что меня впрягли смотреть за детенышем. Внезапно, нештатно. И до меня дошло, что меня впрягли только вчера к вечеру. Я эти ягоды хорошо брала в холодильник. Ну, в общем, я не успела сделать. Просто очень устаешь. Ну, как бы, 6 километров туда, 6 обратно. Плюс еще там сколько-то километров. Это в лучшем случае километров 13-14. И действительно, если велик обычный, то многие устают. Если скоростной, то было бы вообще ни холодно, ни жарко. Плюс в первый-то день я еще ездила 9 километров общей суммы. Или около 10 даже. Степаново, когда меня с вечера припрягли. И плюс, конечно, что в магазин съездила, купила хлеба. Но сам факт, что вот человек едет так впереди тебя, что это выгляди, ты куда-то впиявишься, очень как бы напрягает. Или же наоборот, когда ты внезапно обгоняешь человека, он сзади тебе постоянно приходится оглядываться, смотреть, едет человек или нет. Ну, как бы понимаешь, что если что-то с человеком случится, то даже если виноват сам человек, повесят на тебя. В общем, не люблю я таких беспордонных людей совершенно. Ну, наверное, на этом все. У нас сейчас часы где-то минут на 7 вперед. Тут без 14.08. В общем, надо уже вот эти рамки убирать от пчел. Прочтевая зритель на сегодня. Да, кстати, вот, раз уж фотку приблизила, вот это мама моей бабушки, а это папа моей бабушки. И папа моей бабушки очень похож на одно лицо с дядей Васей. Папа моей бабушки как раз тот, который основал пчеловодство в нашей семье в 1929 году. И был учителем по пчеловодству в местном училище. И пропал без вести под Ленинградом во время войны. Продолжение следует...